Господи, Господь наш, я точу на имя Твое во всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 4 июля, суббота, и Церковь в этот день предлагает нам к нашему назиданию, для нашего внимательного рассмотрения, отрывок из послания святого апостола Павла к римлянам, глава 6, стихи с 11 по 17. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться Ему в похотях Его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себе Богу, как оживших из мертвых, и члены вашего Бога в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? «Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания того вы и рабы, кому повинуетесь или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем чтение посланий святого апостола Павла к римлянам. Сегодня мы возвращаемся опять немножечко назад, к шестой главе, и в сегодняшнем отрывке затрагивается очень важный аспект вообще послания к римлянам и в целом аспект нашей духовной жизни в контексте того, что мы во Христе Иисусе, в Господе нашем, через Его смерть и воскресенье, во-первых, через Его смерть мы примиряемся с Богом. Через Его воскресенье мы обретаем жизнь и обретаем эту потенцию жизни вечной. Но о том, как эту идею нам совместить с нашей практической жизнью, как раз-таки идет речь в сегодняшнем отрывке. Итак, прочитаем. Кстати, сегодняшний отрывок, 11 стих, это конец того отрывка, который читается священникам во время крещения. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе. А этот отрывок начинается с 3 стиха. С 3 по 11 стих, это 6 главы посланий к римлянам, это отрывок, который читается за крещением. Попрошу вас, настойчиво прошу вас обратить на этот отрывок внимание и, быть может, даже перечитать его и осмыслить этот отрывок в контексте вашего личного крещения, который вы, может быть, помните, а, быть может, и не помните. Без этого осмысления наша церковная жизнь рискует быть неполноценной. И мы рискуем довольно-таки превратно понимать факт нашего крещения. Поэтому почитайте этот отрывок еще раз. Еще раз скажу, что он заканчивается 11 стихом, которым начинается сегодняшний наш отрывок. Итак, мы должны почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, мы живем для Бога. Мы живем для Бога через крещение. Потому что в крещении мы умираем. Это наша символическая смерть. И через это умирание, соумирание со Христом на кресте, ведь не даром он говорит, возьми крест твой и иди за мной. И вот это шествие за Христом, наше шествие в течение нашей жизни, начинается с первого шага. Мы настолько доверяем Богу, что как бы умираем с Ним на кресте. Только в данном случае нам уже не нужно умирать, потому что за нас умер Христос. Мы символически облекаемся в Него. И поэтому, ведь, как сказано в Таинстве Крещения, цитируется послание Галатам, говорится, «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». То есть мы буквально одеваемся во Христа и буквально становимся христовыми. Принадлежим Ему. Поэтому мы умираем вместе со Христом, но и верим, что и жить будем с Ним. И поэтому мы, став христовыми, мы живем во Христе, и поэтому живем для Бога. Во Христе Иисусе нашем Господе. Итак, это мы уяснили. Мы умираем для греха, потому что Христос умершляет на себе власть, в себе умершляет власть греха в своем теле. Не то, чтобы грех там был властен, но так как он принадлежал, как второй Адам, всему роду человеческому, если через первого Адама грех вошел в мир, то через второго Адама этот грех побежден и уничтожен. Это, вернее, не грех, а власть греха. Грех еще присутствует в этом мире, и не нужно об этом забывать. Апостол Павел далек от такого розового, радужного оптимизма по поводу присутствия греха в нашей жизни. То есть Христос умер, и мы, соответственно, поверив в Него, уже абсолютно безгрешны. Нет, это не совсем так. 12 стих. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Итак, как умирает грех? Грех не исчезает, но он смещен. Он смещен с царственного положения. Он теперь не царствует безраздельно над человеком. Но это не значит, что он абсолютно удален. Он также продолжает существовать, просто его власть потеряна. Но он не уничтожен, он не заперт, он не закрыт. Это в книге «Апокалипсис». «Апокалипсис» в откровении Иоанна Богослова мы читаем о том, что будет дракон повержен, будет битва на небесах, и дьяволу уготовлена гиена огненная. Кстати говоря, дьявол и враг рода человеческого, он присутствует здесь, на земле. Он князь мира сего, вот нашего околоземного, так скажем, пространства. И он не пребывает где-то там в преисподней, он не пребывает в гиене огненной, он не ее властитель. Ему уготована гиена огненная. Тоже важно понимать. Итак, грех остается в этом мире, но он уже не царствует над нами. Христос его уничтожил, скажем так, сместил его с его царственного положения. Теперь не он во главе угла нашей жизни стоит. Итак, мы должны, грех теперь и так, да не царствует, то есть императив, пускай он не будет царем, он смещен, и вы туда его не возвращаете, говорит апостол Павел, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Следующий стих. «И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу». Итак, если мы грешим, как сказано в Псалтирии, помните, работайте, Господи, со страхом и радуйтесь Ему с трепетом. И также мы ведь работаем и греху, мы можем работать с удовольствием и греху, повиноваться Ему и быть в этом смысле орудием его неправды. Быть проводниками зла, ведь зло, как объективная онтологическая субстанция, его не существует. Зло существует как воля изъявления, как воля, и только именно человеческим решением этот грех, зло реализуется в этом мире. Оно не объективно, оно субъективно. И только от человека зависит приводить его в мир, наполнять ли этот мир, скажем так, нейтральный по отношению к злу и к добру, приводит ли в этот мир зло через свое волеизъявление. Соответственно, дьявол может нас искушать сделать то или иное злое действие. Соответственно, мы становимся в этом смысле орудием греха, орудием дьявола в его руках, проводниками зла в этот мир, злой воли, через свои решения, добровольно принятые. Итак, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых. Мы умираем в купеле крещения, но и вместе со Христом воскресаем. Об этом было в предыдущих стихах. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». И далее, что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. То есть, Христос ради нас умер и спасся, но мы не, объективно еще не спасены. То есть, объективно мы спасены, а субъективно мы еще должны пройти этот путь. Нам дан начаток благодати, нам даны силы бороться со грехом, грех смещен, но от нас требуется верность Христу на протяжении всей нашей оставшейся жизни. Поэтому мы должны не оступаться и следовать за Христом, имея дух-утешитель, поддерживающий нас во все дни скорби и радости в течение нашей земной жизни. Вот о чем говорит апостол Павел. Мы должны совлечь в себя власть греха и следовать за Христом. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Писание, Бог с Его страницы обращается к нам. Всем радости, воскрешим Господи и до новых встреч! Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и вешенье небес. Субтитры создавал DimaTorzok